Здравствуйте, друзья! Пользуясь случаем, я как раз хотел установить новую версию Linux Bionic на свой резервный сервер Home Assistant. Я хочу поделиться с вами своим вариантом интеграции монитора состояния воздуха Xiaomi Mi Air в систему Home Assistant. В основу этой интеграции вошло решение, опубликованное на Telegram-канале ConfigIt. От себя я изменил способ передачи данных с мониторов Home Assistant. Этот способ опробован и работает не только на Linux Bionic, но и на RustBion. Перечень всех команд в текстовом виде в описании под этим видео. Для интеграции необходимо добавить в систему два пакета PHP и BC, это интерактивный интерпретатор. Следующий шаг – установка пакета для работы с устройствами Xiaomi по HP Mio. Он, кстати, пригодится не только для этой интеграции. Пакет по умолчанию устанавливается в домашнюю папку пользователя. Теперь можно пробовать создавать тестовый запрос, для чего нам понадобится IP-адрес и токен устройства. Если вывод у вас получился, можем приступать к следующему шагу – созданию скрипта. Я держу его в папке Scripts в домашней папке пользователя. Скрипт, кроме запроса, генерирует для него еще и случайный ID, так как нельзя использовать один и тот же ID при обращении к устройству чаще одного раза в минуту. Не забываем, что для запуска скрипта необходимо предоставить ему соответствующие права. Проверяем его работу и получаем в выводе значение параметров датчика. Дальше идет уже моя реализация. Авторам предлагалось запускать скрипт средствами Home Assistant и обрабатывать его вывод. Я же пошел другим путем. В домашней папке Home Assistant я создал папку, назвал ее Bash и текстовый файл ARTXT. Даем права на запись в эту папку. Вывод скрипта можно направить прямо в этот файл. Далее эту строку я добавляю в планировщий крон для ежеминутного запуска. Таким образом скриптом занимается операционная система. Теперь проверяем. Если текстовый файл обновляется каждую минуту с данными с монитора воздуха, то все окей. Для съема данных используется стандартная платформа файл. Для этого я создал 5 отдельных сенсоров для каждого из параметров. Далее эти сенсоры используем по своему усмотрению. Можно вывести красиво их в Lovelace, можно использовать в автоматизациях, в общем как угодно. Как видите, ничего сложного. Схема опробована мной лично и работает уже несколько недель. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интересней. До новых встреч!